В Актюбинской области успешно запустили приложение АШИК, благодаря которому 200 предприятий смогут возобновить работу даже в условиях локдауна. В регионе уже стартовал прием заявок на участие в проекте. Лейла Ауесова выясняла, как работает новая пропускная система. Раимбек Абдесаматов одним из первых зарегистрировался в мобильном приложении АШИК и успешно прошел процедуру сканирования. Система дала добро. Это значит, клиент абсолютно здоров и его можно пропустить на тренировку. Вот сегодня первый день, как первый раз. Приложение на самом деле очень удобно. Зарегистрировался буквально за пару минут. 2-3 минуты заняло. Могу сказать, что большим плюсом является то, что я могу уже мониторить, допустим, можно ли в условиях карантина заниматься, в какой зоне, какие риски есть. И это приложение мне полностью показывает. К слову, в этом фитнес-центре занимаются до 200 октябинцев в день. Все клиенты с пониманием отнеслись к новшествам и благополучно протестировали систему пропуска по QR-коду. Использование приложения позволяет бизнесу работать даже в условиях локдауна. В первую очередь это безопасность, безопасность наших клиентов. Конечно, в первую очередь это безопасность нашего коллектива, который работает здесь. Большое спасибо, что организовали эту платформу. Сегодня палата Атамикен нам помогли, с утра сделали. И никаких затруднений нет. Сейчас ведем разъяснительную работу. Самое большое преимущество, конечно, мы не будем смотреть на карантинные меры. Будем работать в субботу и воскресенье, в выходные дни. Как рассказали представители региональной палаты предпринимателей, проект АШИК дает бизнесу возможность не зависеть от общей эпидситуации. К примеру, если область находится в красной зоне, участники проекта будут работать по критериям желтой. В условиях желтой зоны – по критериям зеленой. При этом участие в проекте абсолютно добровольное. Для этого необходимо просто лишь скачать мобильное приложение АШИК и перед входом зачекинется, и должен показать цвет зеленый или синий. Тогда вы можете проходить зал. Красный, желтый – вход воспрещен. Соответственно, данные эти фиксируются. В настоящее время у бизнеса большие трудности. Поэтому вот это мобильное приложение – это выход из положения. В регионе уже начался прием заявок от желающих участвовать в проекте АШИК. Но организаторы предупреждают, что бизнес тоже должен нести ответственность и за нарушение требований компанию могут удалить из программы на срок от двух недель до двух месяцев. К проекту АШИК могут подключаться новые участники. Для этого предпринимателям необходимо получить QR-код и строго соблюдать правила сканирования посетителями. Данные будут постоянно собирать, обрабатывать, и участники с низкими показателями сканирования будут исключаться из пилотного проекта. Лайла Осова, Жумар Ходобергенов, телеканал ТТК-42, Октюбия.